Добрый вечер, мои дорогие друзья и мои дорогие подписчики! С вами снова я, ваш горячо любимый Алан Зар. Сегодня мы продолжаем нашу новую рубрику The Titanic Collection by Алан Зар. Группа ВКонтакте, ссылка в описании, подписывайтесь, у нас будет очень много обзоров на новые книжки. Сегодня мы будем заниматься распаковкой вот такой вот книжечки. Exploring the Titanic by Robert the Ballard. Эта книжечка поступила вот, как видите, буквально недавно, я ее вот даже не распаковывал. Можем, в принципе, сейчас при вас распаковать, посмотрим, что же это из себя представляет. Книжка тонкая, довольно, можно сказать, невзрачная, но, как и любой, мягко говоря, Titanic-оман, я не мог удержаться и все-таки взял и заказал. Ничего себе плотно закрыли-то. Так, кое-как. Ну и запаковали. Вот такая вот книжечка. В принципе, ничего такого здесь, чтобы мы, скажем, были в неведении, здесь такого нету. Так, что же у нас здесь? Ну, здесь получается, я так понимаю, изображение. Скорее всего, это рубка Алинтика, скорее всего, не Титаника. Рулевая рубка. И с подписью Роберта Баларда 1991 года, скорее всего, это... Ну, это не настоящая подпись, сами понимаете. Вот такой вот прекрасный у нас Титаник, как всегда. Так, пошли дальше. Вот это красота, вы посмотрите. Тут немножко, конечно, отсвечивает, но посмотрите, какая красота. Прямо во всем своем величии и великолепии. Хотя, на самом деле, есть еще ряд книжек, скажем, книжка Кена Маршалла по Титанику, где вот эти изображения, они в глянце и гораздо более насыщеннее смотрятся, нежели вот здесь. Здесь это как будто даже не глянется, скорее всего, просто как картонная бумага. Что-то в этом духе. Ну, здесь получается лайнер на дне океана. Это одна из первых, так скажем, моделей, так скажем, художественного генеза, которая была написана Кеном Маршаллом на основании тысячи снимков на дне океана, чтобы было хотя бы маломальски и понятно, что же из себя Титаник представляет на дне океана. Ну, это, получается, глубоководный аппарат Элвин, с помощью которого и был обнаружен Титаник в свое время. Вроде он самый. Ну, здесь, получается, история по Титанику. Какую мы ее знаем? Ну, получается, это довольно знаменитое изображение сравнения Титаника со всеми высокими зданиями того времени. Здесь показывается, как один из якорей Титаника таскал за собой пряжкой из 30 лошадей, если не больше. Это огромные цепи, якорные цепи, которые ковали на верфи в Белфасте. Ну, это, в принципе, это изображение, нету смысла его комментировать, все его знают. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, опять же, Титаник в срезе, его парадная лестница, отсеки, так скажем, с этими бойлерами, ничего сверхъестественного. Все, что мы знаем и любим. Здесь изображение поршневых двигателей. Красота на самом деле. Между прочим, я не знаю, может, кто-то из вас в курсе, где можно заказать миниатюрную модель этих самых двигателей. Хотя бы любых, неважно. Но чтобы они поршневые были, и чтобы хотя бы немножко можно было их включить, чисто визуально полюбоваться, как они работают. Я где-то видел, где-то такие модели делались, где-то они продаются. На eBay, честно сказать, я даже не нашел. Ну, на самом деле, это здорово, такую штуку иметь у себя в коллекции, как я думаю. Я очень увлекся вообще самим механизмом вот этих двигателей, поскольку в свое время на, ну, так скажем, в порту, в Иркутске, у нас ледокол Ангара начала 20-го века, который на 7 лет старше даже Титаника. Между прочим, его разобраны, привезли из Англии сюда, чтобы на Байкале эксплуатировать. И, соответственно, на нем вот один такой поршневой двигатель стоит, который размером 1 треть от двигателя Титаника. Ну, такой же поршневой, который работает на один вал. Так. Красота. Ну, здесь, опять же, стандартная история. Ничего сверх такого, чего мы бы не видели или не знали бы. Такое же механическое изображение того, как Титаник столкнулся. В принципе, вот такая анатомия айсберга, в принципе, реалистичная, учитывая, что вот нижнее дно, ну, второе дно, да, скажем, вот этого айсберга, да, днище могло сильно выступать в целом. То есть, именно его и цепануло. То есть, это не над, не выпирало вот с этой стороны, как по мне, а вот именно на днище, вот в этой стороне. То, чего не было видно. Ну, в целом, ну, опять же, опять одно из самых знаменитых изображений Кена Маршалла. Ему уже сейчас сколько, я даже не помню, сколько ему лет, то уже 71 или 2 вроде бы, ну, такой уже в возрасте. Это тоже одно из изображений, которые были сделаны Кена Маршаллом. Кстати говоря, именно на основании вот этих изображений знаменитый Джеймс Кэмерон, скажем, вдохновился для создания этого фильма в 97-м году. Он просто взял книжку Кена Маршалла, кинул, как вы знаете, вот эту знаменитую историю, кинул продюсером на стол и сказал, что этот корабль следующий Ромео и Джулетта, то есть, Ромео и Джулетта на этом корабле. И вот, соответственно, история поплыла. Тоже знаменитое изображение. Опять же, очень сомнительные до сих пор идут дискуссии, все-таки, под каким реальным углом все-таки раскололся Титаник. Поскольку, я понимаю, там есть очень много переменных в целом по истории. То, что, ну, типа в 12-м году проводили какие-то компьютерные модели, то есть, в связи с чем, ну, в связи с чем, решили, чтобы лайнер раскололся на уровне 23 градусов. Хотя, надо учесть еще огромное количество переменных, которые тоже, в принципе, могли сыграть роль. В связи с этим, не исключено, что лайнер, в принципе, мог задать свою кормухность вот на такой угол. Может, чуть больше, может, 30 градусов даже. Ну, 45, конечно, это перебор, 70 тоже перебор. Ну, где-то 30 градусов вполне реально. Дальше пошли. Так, ну, здесь также описывается. Ну, в принципе, это вот как раз описывается тот период, когда обнаружили Титаник. Кстати говоря, вот это первое изображение, которое, в принципе, попало в объективы камер Элвина, когда он впервые наткнулся на обломке Титаника. То есть, в первую очередь, он наткнулся на бойлер. Как только увидели бойлер, сразу поняли, что они все-таки нашли Титаника. Они даже задаваться в лишний раз не стали вопросами, что к чему и как. Вот так. Так. Ну, здесь опять же очка, между прочим, посмотрите, какая интересная тут диаграмма, можно считать. На какой глубине, в принципе, находятся Титаника. Вы посмотрите, самые высокие здания, ну, того времени, опять же, Торонто. Вот это Тауэр, который до сих пор, между прочим, стоит. Эйфелева башня. Эмпайр стоит билдинг, да. И посмотрите, глубину, на которой залегает Титаник. Ну, это вообще, ну, естественно, какой глубоководный аппарат Титан не сертифицированный сможет выдержать на такой глубине, никакой, мягко говоря. Это один из первых самых вот этих глубоководных роботов на огромном толстом тросе, который тогда использовались для, скажем, съемок внутри лайнера. Ну, конечно, не верх техники, но для того времени это было что-то с чем-то. Ну, это еще одно художественное изображение. Я так понимаю, как Элвин подступает именно к стене лайнера. В принципе, ну, красота же, да, как красиво изображено. Дальше пошли. Так. Опять же, здесь все стандартные изображения. Все нам знакомые. Ну, это мы тоже, в принципе, на просторах интернета не раз видели. Именно рулевая рубка. И, в принципе, вот надстройка лайнера до и после катастрофы. Так. Что у нас тут? Ну, здесь получается вот этот лестничный колодец. Да. Все, что, в принципе, осталось от купола и вообще парадной лестницы. Жалко вообще. Очень жалко, что вообще, в принципе, ничего не сомневается. Сохранилось. Ну, что теперь сделаешь? Против природы не попрешь. Между прочим, как мне нравится, да, вот, в целом, именно схема того, как вообще творчество, да, ну, художественные изображения, да, и все дела, вот эти фильмы, они повторяют жизнь, да. Вот, скажем, когда снимали сцену, когда Джеймс Кэмерон стал топить свой макет Титаника с парадной лестницей. Лестница просто сорвалась со своих мест и всплыла. Сразу было понятно физику того, что с лестницей произошло. Просто она вырвалась и через открытый купол уже вылетела наружу. Ну, причем, ко всему прочему, когда нос полетел на дно, все вот эти деревянные, скажем, сооружения вылетели просто оттуда. Соответственно, тут разве что остались небольшие стальные балки на днище. Больше ничего не осталось от лестницы. Так, что у нас тут? Ну, конечно, это, в принципе, изображение лайнера 80-х. Сейчас Титаник, конечно, абсолютно так не выглядит на дне уши. Мачта там вообще развалилась уже. Здесь уже надстройки, вот эти все, которые перед вами есть. Здесь как раз, где каюта Капитана, вот эти все дела. Это все уже постепенно разваливается, уже развалилось, превратилось в труху. Очень много спорных вопросов насчет вот этого пункта, 20-го пункта, да? Почему? Потому что есть подозрение, что вот эта трещина, ну, многие описывали, что эта трещина может быть, в принципе, тем местом, которое, правда, процарапал айсберг, да? Ну, опять же, можно такую же трещину заработать от удара одно в целом. Почему бы и нет? Хотя, кто его знает, опять же. Возможно, как раз согнулся в том месте, где айсберг покоробило бортик, да? И, соответственно, в этом месте, где ее цапнуло, легче было, так скажем, прогнуться корпусу во время удара одно. В целом, тоже такой вариант возможен. Так. О, тоже прекрасное изображение, посмотрите. Корма и нос. И поле обломков между ними. Тоже, кстати говоря, очень наглядное изображение. Прекрасно. Так. Что у нас здесь? Ну, здесь, опять же, куколки. Сейфы знаменитые. Которых на Титанике, я так понимаю, было обнаружено немало. Но не все поднимешь. Это... Так. Я могу ошибаться, но, возможно, это вот эта табличка, которую... Сейчас, дайте-ка, прочитаю. Так. Так. Здесь немножко непонятно описание, немножко неверно. Но очень смахивает на табличку, которую закладывали команда Джеймса Кэмерона в 2001 году, когда делали фильм о призраке Бездны Титани. Очень похоже. Так. Что у нас здесь? Ну, здесь схематично показано, как айсберг задавил корпус, и, соответственно, разошлись все швы. Так. Что у нас здесь? Ну, здесь, получается, схематично показано, как лайнер тонул. Ну, опять же, тут конкретно не показано, как тонула сама корма, потому что все-таки потом было доказано, что корма, а при процессе затопления, она крутилась вокруг своей оси. Ну, до 2012 года так не считалось. Так. Что у нас тут? Ну, здесь, получается, обувь. Все, ребят, вот такая вот книжечка. Очень прекрасная, очень прямо изысканная. Вроде тонкая, вроде ни о чем, но посмотрите, сколько можно узнать только из одной вот такой маленькой книжечки. Ну, что ж, ребята, на этом мы пока остановимся. Я очень рад, что сегодня успел хотя бы заснять вот этот ролик. Жду от вас комменты, лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Проявляйте активность. Если будет активность, я буду чувствовать, что вы со мной, и мы будем делать новые ролики. Есть много чего, что мне вам хочется показать. На самом деле у меня есть, так скажем, посылка огромная, которую я даже не вскрывал уже чуть ли не месяц, как пришли книги. Там три книжки просто. Я еще даже не вскрывал, потому что я не вижу логистики. Я хочу все-таки этот процесс вскрытия провести вместе с вами. Поэтому давайте, ребят, поддержите меня, если мы хотим сделать подобный контент. Потому что надо понимать, что очень много всяких обзорщиков, всяких блогеров делают обзоры на YouTube по коллекциям, своим коллекциям. Там по фильму, да, и по книгам, у кого что есть. Просто забейте Titanic Collection, там очень много вариантов будет. Я иду по тому же пути, но в данной ситуации могу похвастаться, разве что тем, что еще не видел ни одного, так скажем, русского блогера из Российской Федерации, который бы делал обзоры на такую вот коллекцию, чем я очень сильно горжусь. Так что давайте, поддержите, лайкайте, комментируйте хотя бы, что это плохо, даже это будет стимулом, чтобы я дальше продолжал свою работу. Всего вам хорошего, наилучшего, вам прекрасного вечера. До скорого.